Всем привет, с вами Евгений Соловьев Сегодня у нас выпуск будет посвящен спортивным сидениям Я сейчас сижу в Skoda Octavia A7 FL со спортивными сидениями Но рассказывать вам буду не только про Octavia Буду рассказывать также про Kodiaq, про Superb Ну а также я ездил на таких сидениях несколько тысяч километров Проехал на Audi A6, новый, поэтому есть чем поделиться Чем вообще эти сидения отличаются? То есть их можно заказать в качестве опции Если вы берете Skoda Octavia RS, то у вас они идут с завода И они немножечко все-таки другие Во-первых, естественно, у вас литой подголовник То есть вы его не можете куда-то там отрегулировать То есть вот все, я сел У меня сейчас он достаточно высокий, даже на мой рост То есть он у меня по макушку фактически Соответственно, если бы я был еще выше ростом, я бы выдвинуть его не мог Поэтому вот у меня метр восемьдесят Кто сильно прям выше, я думаю, максимум метр восемьдесят пять еще такие сидения подойдут Дальше это будет уже не столь безопасно Основной отличительной особенностью является то, что у них мощная боковая поддержка Прям развита такая, да, вот Она хорошо удерживает в поворотах, да То есть если в тех сидениях такого нет, в обычной Здесь это, конечно, большой плюс Ну и естественно, у нас раскраска вот такая вот Полосочка в данном случае Но вот эти сидения в Октавии, они тканевые, они не кожаные Насколько я помню, в ИРС все-таки кожаные В Кодиаке точно кожаные В Ауди, естественно, кожаные И в Суперби я ездил тоже на кожаных Эти обычные, с механической регулировкой С боковой поддержкой И немножечко у них длиннее подушка Вот я прям сижу, и мне, честно говоря, в них удобнее Потому что горизонтальная подушка, она длиннее И под мой рост в этих сидениях, конечно, гораздо интереснее Хотел, кстати говоря, все-таки купить Но не купил по причине того, что Ну у меня у мамы есть определенные нюансы с движениями Я боялся, что если она будет ее куда-то отвезти, то ей будет тяжело садиться И мне нигде было не посидеть в этих сидениях Для того, чтобы понять, это так или нет И поэтому я взял обычные Я реально хотел вот такие Вот сейчас я понимаю, что, в принципе, без проблем бы она сюда села Ну нет здесь какой-то такой прям Как, не знаю, там Спарк настолько развитой поддержки Да, то есть особенно у горизонтальной подушки То есть она есть, она более развита, чем в обычных сидениях Но не такая, чтобы прям вот Какие-то проблемы у кого-то могли возникнуть С тем, чтобы сюда сесть В целом, вот с точки зрения подушки В Octavia они лучше Действительно лучше В Кодиаке я такого не обращал на это внимание То есть в Кодиаке и так сидения все-таки Более эргономичные, чем в Octavia Поэтому и в Superbia тоже Поэтому, соответственно, этого Плюса от горизонтальной подушки От того, что она более длинная Я там не замечал Выглядят, конечно, эти сидения гораздо интереснее И ты в них так себя чувствуешь как-то Ну, они обнимают, облегают Чувствуешь так себя покомфортнее Более так, спортивно, не знаю То есть, ну, собрано, что ли Вот, это нравится Из минусов Вот минус, которого нет в Audi Вот в Audi я проехал несколько тысяч И этого недостатка там не было Потому что там форма сидения немножечко другая И там верх Ну, где-то так он никакой, да Верх спинки вот здесь вот Он, как бы, имеет больший излом И поэтому там этого нюанса нет А вот в Кодиаке я это хорошо заметил То есть, я проехал буквально километров там 300-400 Понял, что у меня спина в них устает значительно больше Чем в обычных сидениях Поэтому, если вы хотите ездить именно на дальняк То обычные сидения в Шкоде Они будут лучше для вас, чем спортивные Если вы больше ездите по городу И любите какую-то более активную езду То, конечно, спортивные сидения Это вообще the best of the west Мне прямо они нравятся Еще раз скажу Вот эта подушка у Octavia вообще горизонтальная Просто супер И, конечно, то, что они обнимают супер Прям, ну, ты сидишь у этих сидений Ну, гораздо лучше себя ощущаешь, конечно Не сравнить со штатными Вот Но то, что у них нет там кожи, отделки или алькантары Ну, это в крайнем случае, да, можно заказать Это гораздо проще, чем, допустим, там, менять сидения, да И специально ради этого заказывать какие-то новые Потом их там перешивать Гораздо проще с завода сразу взять такие Ну, Octavia A7 уже не заказать Поэтому здесь скорее речь идет про какие-то другие автомобили Skoda Ну, и про тех, кто хочет поменять сидения Обычные на спортивные И, например, купить очень много продается Я изучал этот вопрос Значит, много сидений продается в Польше Есть специальные сайты, где прям в Польше вы можете посмотреть Ну, там, видимо, типа разборки, я так понимаю Вот, они бывают, потому что разные Бывает, например, подушка одна стрельнула, да, еще что-то Вот, но вот можете посмотреть И там прям салоны целиком Хочешь белые, хочешь электрические, хочешь спортивные Какие хочешь Стоит-то все где-то от 50 тысяч рублей за салон целиком Соответственно, в Octavia понятно, что кроме сидений от Skoda Идут еще сидения от Golf'а У нас есть спортивные Golf'ы такие, там, GTI, как R'ка У них у всех тоже спортивные сидения Но, единственное, они не с литым подголовником Там как раз-таки подголовник регулируется Что, мне кажется, гораздо интереснее Поэтому, может быть, даже имеет смысл посмотреть сидения от Golf'а Если хотите такие Вот, имеет смысл менять, не имеет смысл менять Ну, я говорю, что вот, если хочется, чтобы сидения вас облегали Если хочется в поворотах чувствовать дополнительную поддержку Если вы ростом, как я, хотя бы метр восемьдесят И вам нужна более длинная горизонтальная подушка То это классный вариант Вот, я бы прям его рекомендовал бы Если вы не ездите на дальняк Если ездите на дальняк и часто То, наверное, все-таки нет Наверное, все-таки штатные Либо вот какие-нибудь типа Golf'r, GTI и так далее Еще про задний ряд Задний ряд также имеет такую-то раскраску с полосочками Ну, и сзади сидушки выглядят тоже необычно, интересно Непривычно, скажем так, как минимум Все, что я хотел вам рассказать про спортивные сидения, я рассказал Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен С вами был Евгений Соловьев До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok